Интересно, кем и когда придуман миф, что чумазыми и некрасивыми корни орхидеи становятся исключительно из-за жесткой поливочной воды? Сегодня мы обязательно раскроем тайну некрасивых корней орхидеи. И не только эту тайну. Привет, друзья! Вы на канале Классика Орхидейного Жанра. Вчера на этом канале начался беспрецедентный эксперимент. Вчера было первое занятие нашей орхидейной онлайн-школы. И сейчас я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на этом первом занятии. В чем заключался смысл практического занятия? На электронную почту канала поступил видеоролик с перечнем вопросов от зрительницы. На основании всех полученных на канале знаний, зрители канала отвечали в комментариях под видео на эти вопросы. И если в силу каких-то обстоятельств вы не смотрели предыдущее видео, я настоятельно рекомендую вам это сделать для лучшего понимания смысла этого видео. Ну а с теми, кто присутствовал на занятии, мы переходим к анализу. Сейчас мы узнаем, был ли первый блин комом. Менее чем за сутки видео посмотрели 4000 зрителей. Из них выполнили практическое задание около 200 человек. И для меня совершенно не важно, каким образом практическое задание было выполнено. Даже те, кто просто написали «читаю комментарии», уже выполнили его. Именно эти зрители и для меня, и для канала будут в приоритете. Именно эти люди показали, что готовы и умеют учиться. Очень многие отнеслись к этому заданию ответственно и дали полные, глубокие и распространенные ответы, чем не бывало меня удивили. Есть те, кто подметил то, что ускользнуло от других, то, о чем я писала только в комментариях. Но давайте подойдем к разбору практического задания предметно и поговорим о каждом вопросе по порядку. Мне подарили вот такую вот орхидейку около месяца назад. Первое, что мы слышим в видео зрительницы, это временные сроки. Орхидея подарена зрительнице около месяца назад. И тут я вспомню неоднократно сказанную мной ранее фразу «Орхидеи учат нас терпению». Месячный срок – очень маленький срок для адаптации орхидеи, даже при идеально созданных для них условиях. И сейчас мы говорим именно об осенне-зимнем периоде, когда световой день естественного света снижается до 7-9 часов в сутки в северном полушарии. На канале есть несколько видео, в которых я показываю, как адаптируются орхидеи в условиях 43-го градуса северной широты в осенне-зимний период в моих домашних условиях, которые я постаралась создать наиболее благоприятными. Из этих видео можно отчетливо понять, что зрительница слишком рано ждет явных адаптационных признаков роста корневой массы и листовой. Прошло просто слишком мало времени. Ну и, конечно же, присутствуют некоторые недочеты в адаптационных мероприятиях, о которых мы поговорим чуть позже. А пока продолжим с вопросами. При осмотре орхидейки первое, что я увидела, на что обратила внимание, это пятнышки на тыльной стороне лепестков. Если присмотреться, то видны вот такие вот высосанные как бы места. И, судя по вашим предыдущим видео, это следы пребывания трипса. А вот, поэтому, естественно, я ее поставила на карантин. Практически 90% зрителей, которые ответили на этот вопрос в комментариях, сошлись в едином мнении, что все эти поражения на цветах орхидеи не являются следами пребывания трипса на них. Конечно, очень сложно дать 100% утвердительный ответ при таком качестве съемки, при съемке в темноте и искусственном свете. Тем не менее, я присоединяюсь к мнению тех, кто считает эти поражения на цветах орхидеи механическими. Тем не менее, я озвучу правильный ответ на случай, если присутствие трипса на орхидее все же было. И здесь нет четко обозначенных временных рамок. Не нужно ждать 30 или 60 дней. А нужно дождаться появления первого, а лучше двух первых домашних листьев. И если они здоровы, если на них нет кладок трипса, тогда опасность наверняка миновала. Для тех, кто никогда не видел кладку трипса на молодых листьях орхидеи, вам ее сейчас показывает Элина Унгер, наш специальный корреспондент на Канарских островах. Кладка трипса представляет собой валдырик, неопределенная форма и достаточно плотной консистенции. Во-первых, на корнях, которые были идеально зелененького цвета, появились вот такие вот пятна. Мне очень интересно, можно ли избежать вообще при уходе за орхидеями вот этих пятен высохших, таких выжженных. Потому что на других орхидейках у меня на корнях, на внесубстратных корнях тоже есть такие пятнышки. И мне всегда было интересно, что я делаю не так, почему эти пятна появляются, почему корни имеют такой ужасный вид после пребывания у меня дома, что конкретно я делаю не так. И можно ли вообще этого избежать, или это нормально. При ответе на этот вопрос большинство зрителей также сошлись в едином мнении. Во всем виновата жесткая вода для полива. Второй по популярности ответ – засоленность субстрата, который опять же следует из первого ответа – следствие жесткой воды для полива. И третий по популярности ответ – ожог от применения химических удобрений или средств обработки растения. И только несколько зрителей дали действительно правильный в этом случае ответ. Почему в этом случае? Потому что зрительница в комментариях дала некоторые пояснения к своему видео, о которых еще вчера мы не знали. Итак, читаем выдержку из комментария. Поливаю тоже только кипяченой водой всегда. Поэтому и не пойму, что за пятна на корнях. Но полив водой, чередую поливом настоя толстянки либо алоэ. Может поэтому все такое коричневое? Может быть и поэтому, а может быть и нет. На ваших экранах корневая система орхидеи Полины Антоновой, которая содержит свои орхидеи без субстрата. Полина живет в Москве, где известное качество воды. Тем не менее, корни орхидеи идеальны. С чем же это связано? Давайте раскроем тайну и развенчаем миф вреда жесткой воды. В Приморском крае, где живу я, достаточно мягкая вода. И все об этом знают. И все мои орхидеи, как минимум раз в неделю, купаются под душем. То есть, подлежат воздействию самой обыкновенной, неотстойной, некипяченной воды. Состояние корней у одной и той же орхидеи разное. Одни корни буквальным словом идеальны, без единого включения какого-либо цвета или налета. Другие корни этого же растения имеют налет или окрашены в разные цвета, от светло-желтого до темно-коричневого. Как же так, спросите вы? Ведь орхидея купается под одной и той же водой, замачивается в одной и той же воде и опрыскивается одной и той же водой. Но одни корни идеальны, а другие нет. И вот тут стоит задуматься, а может быть, дело вовсе не в воде? И вот тут становится понятным, что многие заучили кем-то когда-то сказанную, будто бы истину, что всё дело в жёсткой воде. И забыли о самом главном, о физиологии орхидеи и о строении корней орхидеи. Вы никогда не видели орхидеи в природе, когда они поливаются исключительно дождевой водой. Вы видели их корни? Могу вас уверить, их корни не идеальны. А почему? А всё потому, что виламен, поверхностный слой корней орхидеи, это губчатая, многослойная, гигроскопичная, мёртвая ткань. Ещё проще говоря, это обыкновенная губка, которая впитает в себя всё то, с чем будет взаимодействовать. Если эта пористая губчатая ткань будет взаимодействовать с зелёным мхом, она окрасится в слабо зеленоватый цвет. Если с торфом, в светло-коричневый. А если с влагоёмкой корой, то в тёмно-коричневый или даже чёрный цвет. В домашнем и менее влагоёмком субстрате корни орхидеи будут выглядеть более приличными. А в покупном они вытянут из него весь пигмент и будут выглядеть просто отвратительно. Причём, чем больше взаимодействия с влагоёмким субстратом, тем корни страшнее. Чем дальше от него, тем красивее. Того же самого нелицеприятного эффекта вы можете ожидать при воздействии на корни орхидеи травяных лекарственных настоев, имеющих пигмент. Именно поэтому я говорю обрабатывать лекарственными настоями орхидеи преимущественно по листве, дабы не портить вид корневой системы растения. Что можно сделать, если неряшливый вид корней орхидеи вас смущает? Можно пересадить орхидею в менее влагоёмкий субстрат или вовсе содержать её без субстрата. Как это делает Полина Антонова из Москвы. Кстати, это тема одного из следующих выпусков на канале. Не пропустите! А можно поверху посадки устелить живой или сухой мох, который выступит фильтром и оттянет на себя пигмент, защитив корни орхидеи. Переходим к следующему вопросу, касаемому проявлений на основании орхидеи. Как вы видите, там всё мокренько, хотя я проливаю строго по краю горшка, тем не менее, вот здесь вот всё мокренько. какие-то такие чёрные пятнышки. Мне непонятно, что это. Это гниль? Или это просто... Я ещё обрабатывала толстянкой, алоэ капала в точку роста. Может быть, это от этого? Может быть, это вот всё-таки гнить начало? Вот. Хотела, чтобы вы посмотрели и посоветовали мне. Вот меня интересует вот эта полосочка, и меня интересует вот там в глубине. Интересующая Елену полосочка не что иное, как естественная пигментация орхидеи. Очень часто этот пигмент путают с чем угодно, вплоть до проявления гриба фузариума. Встречала в своей жизни случаи, когда естественную пигментацию растения пытались вырезать хирургическим путём. Всё резали и резали здоровую орхидею, а фиолетовые пятна всё оставались и оставались. Орхидея умирала, будучи абсолютно здоровой. Тёмные пятна в самом основании ствола орхидеи тоже не гнилостные проявления и бояться их не следует. Это всего лишь след от сока толстянки. Очень многие зрители правильно ответили, что орхидеи ничего не угрожает и никаких гнилостных проявлений на данный момент у орхидеи нет. Но вот, что такой налёт оставляет именно сок толстянки, догадались немногие. Ни вреда, ни опасности от этого нет. А вот от чего действительно есть и вред, и опасность, так это из-за отсутствия вентиляции в посадке орхидеи. Не в пересадке сейчас нуждается орхидея, а в организации воздухообмена внутри корневой системы и вокруг неё. Первое, что нужно было сделать после приобретения орхидеи в таком влагоёмком субстрате, это проделать огромное количество вентиляционных отверстий по стенкам горшка. В этом горшке предостаточно мест, где можно проделать отверстия, никак не травмируя корневую систему. Проделать отверстия по стенкам горшка можно без каких-либо финансовых вложений, любым раскалённым гвоздём, отверткой или же паяльником. Ну и, конечно, самая главная причина несоответствия ожидания и реальности в скорости адаптации конкретно взятой орхидеи в отсутствии должного уровня освещенности растения. Если в весенний-летний период длина естественного светового дня составляет 13 и более часов в северном полушарии, то в осенний-зимний период эта же величина составляет от 7 до 9 часов, а это практически в два раза меньше. Без дополнительного искусственного освещения растениям в наших квартирных условиях необыкновенно сложно, особенно если растения не стоят на подоконнике, близ естественного света. И какими бы яркими вам не казались софиты где-то высоко под потолком, они не заменят правильно созданное дополнительное освещение для ваших растений. Поэтому, пожалуй, главной рекомендацией сегодняшнего видео от всех зрителей канала является приобретение светильника для карантинного растения. Ведь главное, о чем мы должны помнить и днем, и ночью, это условия, при которых возможен фотосинтез орхидеи. И первое, главное условие для этого это свет. Посмотрите на изображение на своем экране. Вот на это желтое солнышко. Без него или без искусственного светильника цветовой температуры 6500 кельвинов не нужна будет ни вода, ни углекислый газ, потому что фотосинтез будет невозможен. Именно поэтому в миллионный раз я повторю для вас по слогам. Нет достаточного уровня света, нет водных процедур. В глубине комнаты без доступа естественного солнечного света, без досветки орхидеи не опрыскиваем, не купаем. И помним, что адекватным уровнем освещенности в научных кругах принято считать освещенность, равную 10 тысячам люминов или люкс исключительно для фаленопсисов. И еще в письме был один вопрос, касающийся вот такого отека на листе. Опасен ли он? Нет, такие отеки не опасны и связаны с перекосами в уходе. Ни лечению, ни восстановлению отеки не подлежат и здоровью орхидеи никак не угрожают, но указывают нам на определенные перекосы в поливе орхидеи. Ну вот, теперь, пожалуй, все. Со всеми вопросами мы разобрались. Здоровью орхидеи ничего не угрожает, условия и уход подлежат корректировке. Огромное спасибо каждому, кто поучаствовал в решении практического задания и написал комментарий под видео. И еще одно поздравление для всех нас. Сегодня ночью YouTube поздравил нас с достижением отметки в 5 миллионов просмотров на канале классика орхидейного жанра. Каждый, кто смотрит сейчас видео на канале, вложил свою лепту в развитие канала. Спасибо вам за это огромное. За полтора года существования канала мы с вами прошли долгий и интересный путь. Мы с вами многого достигли, а достигнем еще большего. Ну а теперь уже по традиции я напомню вам, что 21 минуту вы провели на канале классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного. Спасибо. Продолжение следует...